Пополнение в Ачинском перинатальном центре штат медицинского учреждения пополнился новыми специалистами. Новый формат обучения для школьников, урок русской истории для старшеклассников от представителя Каннской епархии. Когда стали раскапывать именно то место, на которое указывала Пресвятая Богородица, они нашли полотно. Хип-хоп-баттл в Лисосибирске. Танцоры из разных городов края съехались на межрегиональный чемпионат по брейк-данцу. Краевое правительство завершило подготовку проекта трехлетнего бюджета. В 2019 году его дефицит составит 13,5 миллиардов рублей. Это на 30 процентов меньше, чем в текущем. А к 2021 разрыв между доходами и расходами и вовсе планируют преодолеть. Основной акцент будет сделан на реализацию национальных проектов, обозначенных в новом майском указе президента Владимира Путина. Край рассчитывает получить на это дополнительные средства из федерального бюджета. Среди приоритетных направлений также строительство новых школ, больниц, детских садов, увеличение средств на содержание дорог и многое другое. Большую финансовую поддержку получат муниципалитеты. Продолжится индексация зарплат бюджетников. Кроме того, в столице края начнется активная работа по строительству метро. До конца текущего года мы под это формируем специализированную рабочую группу с участием и строителей, и проектировщиков, и людей, которые понимают в транспортном обеспечении крупных агломераций с тем, чтобы выработать некий подход. Исходя из этого подхода в 2019 году на средства федерального бюджета откорректировать проектную документацию и уже с конца 2019-2020 году приступить к реализации. Основными источниками доходов в крае стали налоговые поступления от реализации крупных проектов в области металлургии, добычи и обработки полезных ископаемых и энергетики. Инвестиционный проект «Инисейская Сибирь» после утверждения также станет дополнительным стимулом для роста региональной экономики. Существенно ускорить инвестиционное развитие планируется путем реализации комплексного инвестиционного проекта «Инисейская Сибирь». Проект предусматривает создание целого ряда производств металлургии в нефтедобыче, в сфере транспортной энергетики и так далее. В настоящее время показатели прогноза инвестиций на 2019-2021 год оценены нам достаточно консервативно с учетом текущей степени готовности отдельных проектов. И в дальнейшем по мере утверждения инвестиционных проектов и мер государственной поддержки ожидаем, что проект «Инисейская Сибирь» обеспечит существенный рост инвестиций в экономику края. В Ачинском перинатальном центре вновь пополнение. На работу в медицинское учреждение приняли новых сотрудников. В их числе медсёстры, фельдшеры и врачи различных направлений медицины. Педиатры, терапевты, отоларинголог и дерматовенеролог. Каждого из специалистов представили в торжественной обстановке и раздали памятки с ценными указаниями. Сергеева Светлана Андреевна, медицинская сестра. Хирургическое отделение. Пателицына Дарья Александровна. Всего за этот год в перинатальном центре приняли на работу 42 новых сотрудника. 22 из них – молодые специалисты. Таким образом, нехватка штатных сотрудников решена почти на 80%. В ближайшее время ожидается приход еще троих врачей и семи медицинских работников со среднеспециальным образованием. Благодаря программе, опять же, муниципальной предоставлению жилья, предоставлению аренды жилья, то есть стоимости возмещения, благодаря тому, что мы регулярно посещаем ярмарки-вакансии в Томске, в Красноярске, в наших медицинских ведущих вузах. Соответственно, вот эта работа, конечно, она будет проводиться. И с учетом того, что у нас большое количество врачей пенсионного возраста, благодаря тому, что приезжают молодые специалисты, мы укомплектовываемся, мы обновляем свои кадры и выполняем те функции, которые на нас возложены. Епископ Канский и Богучанский Филарет провел урок истории для учеников 11 класса 18 школы. Темой занятия стала одна из самых почитаемых реликвий православия – икона Казанской Божьей Матери. Лекция началась с рассказа о чудесном обретении иконы. По преданию, образ появился в Казани после страшного пожара в конце 16 века. Десятилетней девочке трижды во сне являлась Богоматерь и указывала на место, где лежит нерукотворный образ. И вот когда стали раскапывать именно то место, на которое указывала Пресвятая Богородица, они нашли полотно. И в полотне находился образ Божьей Матери. Как этот образ оказался, в какое время он был туда положен, нам ничего не известно. С момента обретения и до наших дней жизнь образа неразрывно связана с нашей историей. Помимо многочисленных свидетельств исцеления, икона являла заступничество в сражениях. И в самые трудные периоды ее выносили на улицы и площади, устраивая их крестные ходы. Когда я учился, такого не было. А сейчас это можно. Можно сделать в школе. Я думаю, что это очень будет полезно даже. То есть дети получают знания не только научные, но и духовные. Почему именно 11 класс? Тема, дело все в том, что им сдавать ЕГЭ. Здесь мы затрагиваем Древнюю Русь, затрагиваем Смуту, затрагиваем Петровские времена, 19-й век, 20-й век. То есть, понимаете, вот так вот буквально икона, да, и она нам практически 400 лет рисует просто историю в целом. Это лишь первая лекция, проведенная в данном формате. В будущем Александр Игнатьев планирует продолжать сотрудничество с Канской епархией, а также привлекать в образовательный процесс представителей других религиозных конфессий, чтобы ученики смогли более разносторонне и глубоко изучать исторические факты, понимая при этом и духовный смысл поворотных и важных событий. Сам я в прошлом педагог, имею высшую педагогическую категорию, историк, обществовед. Ну и, конечно, специализация по институту была у меня философия. И мне очень приятно было сегодня вспомнить те моменты, те моменты, когда я сам являлся преподавателем, учителем. Ну и, наверное, в душе просто какая-то сейчас радость. Лекция была достаточно интересной. Я, на самом деле, первый раз присутствовала на подобном мероприятии и узнала много интересного. Действительно было интересно, я даже не ожидала. В завершение лекции епископ вручил классу подарки от Канской епархии. Икону с образом Казанской Божьей Матери, комплект книг духовного содержания профессора Алексея Осипова, а также каждому ученику была подарена иконка с образом Николая Чудотворца-покровителя учащихся. С благословением епископа Филарета. В Манском районе привели в порядок 10-километровый участок дороги Саяны. Последний раз ремонт здесь сделали больше 20 лет назад. Кроме того, что наконец-то поменяли асфальт, рабочие также обустроили обочины, карманы и остановки для автобусов. Установили знаки и нанесли разметку. Специалисты Краевого управления автомобильных дорог проверили в лаборатории качество покрытия. Оно соответствует всем нормам. В следующем году ремонт продолжится. Строители возьмутся за следующий 7-километровый участок дороги. Из Красноярского края в Латвию экспортировали почти 300 тонн ичменя. Качество и безопасность товара, поставляемого в Прибалтику, подтверждены всеми необходимыми документами. Как сообщили в Россельхознадзоре, за 9 месяцев 2018 года объем поставок зерна из Красноярского края на экспорт составил более 157 тысяч тонн. Основными импортерами являются Монголия и Китайская Народная Республика. С 22 по 24 октября в Назарово пройдут обучающие семинары по основам предпринимательской деятельности. В течение трех дней слушатели будут обучать основам маркетинга, налогообложения, расскажут, как правильно планировать свой бюджет и научат составлять бизнес-план. Участие в семинаре бесплатное. По окончанию занятий слушатели получат удостоверение установленного образца, либо сертификат, наличие которого является необходимым условием для получения субсидии на начало предпринимательской деятельности. Запись на обучение по телефону, который сейчас на ваших экранах. Впервые после многолетнего перерыва в городском культурном центре прошли интеллектуальные игры «Брея Ринг». В соревнованиях умных и сообразительных приняли участие 8 команд, представляющих различные учебные заведения города. Вопросы для игры готовили как сотрудники краеведческого музея, так и сами участники. Игры проходят в рамках проекта «Интеллектуальные игры по краеведению ЕСЕЙСК-400», который был поддержан фондом президентских грантов и краевой грантовой программой «Партнерство». Это первые состязания молодых интеллектуалов из запланированного цикла, состоящего из 8 игр, посвященных предстоящему 400-летнему юбилею Енисейска. В результате напряженной борьбы первое место заняла команда археологи из второй школы. Второе досталось команде «Легенда» из школы номер 1, а третьими стали представители команды школы номер 9 «Енисеюшка». Очень важна здесь помощь родителей и педагогов школ и СУЗов города, для того, чтобы мы совместно по итогам этого проекта проявили рефлексию и смогли в будущих проектах учесть те образовательные нормы программы, которые необходимы для того, чтобы нам в будущем было не следовать за наше молодое подрастающее поколение. Межрегиональный чемпионат по брейк-дансу и хип-хопу в Лесосибирске собрал около 120 участников. Это как ребята от 9 до 17 лет, так и профессионалы. Все они приехали за победой. Решительно настроены даже самые маленькие участники. Получаю удовольствие, когда танцую и выполняю всякие элементы. Начал заниматься проектом из-за того, что я просто это увидела и мне захотелось иметь так же. Чтоб ездить по соревнованиям, просто для кайфа. Показать себя и посмотреть на других съехались танцоры из Красноярска, Ачинска, Лесосибирска, Енисейска, Дивногорска и Кемерово. Чемпионат объединил в себе сразу два танцевальных направления – хип-хоп и брейкинг. Открыли мероприятия сами судьи. Они показали небольшие выступления. Среди экспертов многократный призер чемпионатов мира и Европы Султанбек Ныров. Танцевальные батлы начались с самого утра и закончились только вечером. Все это время на площадке царила невероятная энергетика. Участники состязались в 18 номинациях. Это как сольные выступления, так и командные. Организаторы чемпионата – молодежный центр, администрация города, команда «Форест Таун Флейва» и школа танцев «Фоллудрим» планируют сделать его ежегодным. Цель – это популяризация всей этой культуры, развитие культуры, в первую очередь для детей. Это подрастающее поколение, за ними будущее. И они должны получать хороший опыт, принимая участие в подобных чемпионатах. Андрею Абрамову из Лиссасибирска 11 лет. Брейк-дансом он занимается 4 года в команде «Форест Таун Флейва». На этом чемпионате Андрей стал победителем в номинации «Бест Би-бой Соло». Сегодня на чемпионате соперники были очень достойны. Я очень рада, что победил. Думал, не пройду. Думал, было сложнее. Весь танцевальный батл прошел на одном дыхании. А на следующий день эксперты из Красноярска и Москвы провели для всех участников мастер-классы. Редактор субтитров А.Семкин